Здравствуйте, коллеги! Тема сегодняшнего нашего вебинара это нетрадиционные техники рисования. Давайте познакомимся. Я расскажу немножко о себе. Зовут меня Ольга Николаевна. Я являюсь педагогом-психологом и педагогом дополнительного образования по работе с детьми СОВЗ. Именно вторая часть моей деятельности, это педагог дополнительного образования по работе с детьми СОВЗ, натолкнула меня на то, что необходимо в занятиях включать нетрадиционные техники рисования. Многие дети любят рисовать, многие дети находят себя в этом, но не всегда ребенок может это сделать именно по таким стандартным техникам. А нетрадиционные техники рисования помогают ребенку раскрыться, понять, что он может выполнять свою деятельность даже не так, как все, но при этом получать очень красивый результат, результат, который будет нравиться ему, результат, который будет его удовлетворять. Именно поэтому я включила в свои занятия нетрадиционной техники рисования. Ну, немножечко такой организационный момент. Теорию я сегодня опустила в конец, в самом конце, поэтому вы скачиваете туда презентацию, если у нас останется время, мы теорию с вами тоже рассмотрим. Но по большей части сегодня в самом начале нашего вебинара будут именно практические техники, то, что мы используем, что мы можем применять, какие, так сказать, материалы нам необходимы для той или иной техники, как мы будем выполнять ту или иную технику, это будет в самом начале. Если у нас останется время, то теорию мы тоже немножко затронем. Нет, вы скачивайте, пожалуйста, презентацию, и, ну, наверное, теорию, все мы с вами умеем читать, все мы образованные люди, теорию можно просто прочитать в конце презентации, она у меня опущена, там 11 слайдов. Точно так же еще небольшой такой презент от меня, небольшой подарочек, там есть второй файл, он называется «Рисование». Это небольшой буклетик для того, чтобы вы могли сделать раздаточный материал для родителей, ну, или для педагогов своего образовательного учреждения, поэтому тоже можно скачать и можно пользоваться. Ну, давайте перейдем непосредственно к нашей сегодняшней презентации, да. Ребенок, как писал великий русский педагог Константин Петрович Ушинский, мыслит формами, красками, звуками, ощущениями вообще. Мы все с вами понимаем, да, что ребенок, у него не словесно-логическое мышление, да, а наглядно-образное. И именно этот момент определяет основной вид деятельности у нас игра, да, но туда мы включаем и наше рисование. Рисование, оно не просто для ребенка времяпрепровождение, да, при помощи арт-деятельности, при помощи определенных техник мы с вами можем не только занимать ребенка, да, но и корректировать где-то его поведение. Это первое. Диагностировать где-то его, да, мы все с вами знаем о проективных методиках, да, и при помощи рисования мы с вами можем проводить определенную диагностику. И точно так же при помощи рисования мы с вами можем устанавливать контакт. То есть в творческой деятельности мы с вами устанавливаем контакт с ребенком, что немаловажно, особенно если это маленькие дети, но и подростки тоже вроде бы казалось, да, они, ну, как считают себя взрослыми, но при этом рисовать, наверное, любят у нас многие, чуть ли не все. И при помощи рисования можно наладить контакт с многими своими воспитанниками. Какие же нетрадиционные техники рисования можно использовать, да? Сейчас я вам, ну, как бы зачитаю эти техники, а потом мы их прямо рассмотрим на деле, мы рассмотрим, что нам необходимо будет и как мы проводим ту или иную технику. Существует много техник нетрадиционного рисования. Естественно, я перечислю сегодня не все. Их необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата. Как я уже говорила, да, не обязательно ребенку иметь там художественные способности, не обязательно ему уходить там в художественную школу, не обязательно ему преподавать это рисование именно с художественной точки зрения. Нетрадиционное рисование – это мастерство изображать, не опираясь на традиции. То есть это не конкретное, да, такое рисование. Одно из видов – это монотипия. Оно получается при оттиске цветного пятна на бумажном листе при его складывании вдвое. Или наложением листа на цветовые пятна на палитре. Монотипия – это графическая техника. В переводе с греческого «моно» означает «один отпечаток». А как мы с вами это делаем, да, рисунок наносится сначала на ровную и гладкую поверхность, потом он отпечатывается на другую поверхность. И сколько бы отпечатков мы ни делали, каждый раз это будет новый и неповторимый отпечаток. То есть мы можем отпечатывать наш рисунок до тех пор, пока краска не перестанет переходить на лист. Да, еще разочек повторюсь, я сейчас зачитаю теорию, а потом мы посмотрим, как это выглядит уже на деле. Следующее – это соединение, тоже такая техника. Это наложение цветовых пятен, то есть красок на влажную или сухую бумагу. Смотрите, если мы с вами используем влажную бумагу, да, то лучше использовать акварель, да. Она у нас будет перетекать красиво, да. А если же на сухую бумагу использовать акварель, то не совсем это будет хорошо. Она не совсем хорошо будет смешиваться и не совсем хорошо и органично ложится на сухую бумагу. Следующий, наверное, один из таких самых распространенных, ну, по крайней мере, в моем детстве самая распространенная техника – это было разбрызгивание. Наверное, каждый из вас пользовался этим и, наверное, многие пользуются и сейчас. Разбрызгивание цветов кисточкой или другим инструментом производится по влажной или сухой бумаге. Тоже сегодня поговорим с вами об этом, как это делать. Следующий момент – это свободное выливание на влажную или сухую бумагу из какого-либо сосуда выливаются жидкие краски. То есть мы выливаем эти краски, ну, естественно, мы не заливаем наш лист, а по чуть-чуть и смешиваем их. Следующий момент – очень любят его использовать в речевом дыхании, очень любят его применять логопеды. Вроде бы мы и рисуем, но при этом мы разрабатываем речевое дыхание. Это свободное отмывание или крексография. Как же это мы делаем? Здесь несколько вариантов есть. Первый – это на жидкую краску, предварительно нанесенную на бумагу. Можно подуть в разных направлениях, чтобы получить спонтанные формы. Можно использовать любую трубочку, даже корпус от шариковой ручки. Не обязательно покупать вот эти наши трубочки, да, соломинки для коктейлей. Можно использовать любую трубочку. Точно так же колексография может быть, вот здесь мы дуем уже на краску, которая у нас находится на бумаге. Точно так же колексография может быть, когда мы как бы выплевываем краску с нашей трубочки. То есть мы набираем нашу краску и как бы выплевываем. Но здесь важно определить момент, что мы объясняем детям, что мы эту краску не глотаем и мы не плюем друг в друга. Тоже вот этот момент очень важно объяснить и донести до детей. В последние годы колексография набирает небывалую популярность, ведь благодаря данной технике развивается творческое воображение. То есть ребенок видит ту или иную кляксу и после чего мы предлагаем детям дорисовать ту или иную кляксу. Сегодня я еще тоже покажу, как это делать. Казалось бы, что полезного можно подчеркнуть из обычной кляксы. На самом деле случайно сделанное краской пятно имеет уникальную и неповторимую форму и размер. То есть такой второй клякс мы уже сделать не сможем. И если мы предлагаем ребенку приложить немного фантазии, то в обычной кляксе можно придать очертание какого-либо предмета или создать определенный интересный образ. Мы делали очень интересный момент. Это было и на 8 марта, и на день матери. И потом просто так, когда мы знакомились с профессией парикмахер, мы предлагали детям из клякс, вот при помощи клякс, сделать прическу. Либо там маме, либо просто своему, ну, побыть модельером. И своей модели сделать при помощи клякс прическу. То есть раздуть волосы так, чтобы у него, у нашей картинки получилась красивая прическа. Это я еще тоже покажу. Следующий момент это ниткография. Эта техника привлекает не только детей, но и взрослых. Получаются очень красивые такие абстрактные картины. Мы тоже сегодня с вами посмотрим, как это выглядит. Как же это у нас с вами происходит? Монотипия, полученная с помощью цветовой нити. Как же мы это с вами делаем? Нитка, пропитанная краской. То есть мы нитку окунаем в краску, либо прогоняем ее сквозь... Либо прогоняем ее сквозь кисточку. И когда это у нас происходит, мы потом накладываем конец нитки на бумагу и накрываем. Можно сложить, можно накрыть вторым листом и постепенно вытягиваем нашу нитку. После этого она оставляет свет на поверхности. Получается очень красивая картина. Ну и еще несколько техник и уже перейдем непосредственно к самим техникам, уже к самим картинкам, так сказать. Следующее это наложение форм на скомканную бумагу, пропитанную краской, производится оттиск. То есть мы тоже сегодня с вами посмотрим такое как бы печатание, как от печати на рабочую поверхность. То есть мы копкаем бумагу, после чего мы делаем оттиски. Можно научиться лучше воспринимать спонтанные формы, замечая их в природе или создавая, применяя разные художественные приемы. Это поможет придать экспрессивность и оригинальность определенным композициям. Смотрите, при наложении форм мы можем узнавать у ребенка в диалоге, на что может быть похож тот или иной оттиск. То есть мы делаем оттиски, а потом подключаем воображение ребенка и обсуждаем его. Вот таким вот образом мы с вами можем взаимодействовать. Следующий, брум, да, техника. Эта техника, ну по крайней мере в нашем городе прям очень-очень популярна, была где-то около трех лет назад. Но совсем она не ушла, иногда она как бы используется. Она используется не только в образовательной деятельности, да, но и в проведении различных мастер-классов в городе. Я не знаю, как у вас, можете тоже написать, знакомы ли с этой техникой и используется ли она в ванне или используется она кем-либо, да. Эбру – это техника рисования на воде. Здесь немножечко она позатратнее, чем остальные наши техники, которые я сейчас назвала, потому что здесь необходимы специальные натуральные краски, да, и загуститель для воды. То есть просто так при помощи гуаши или какой-то акварели, да, мы с вами эту технику не сможем использовать. Краски ложатся на поверхность воды и не смешиваются. Это дает нам возможность рисовать всевозможные картины. То есть здесь мы рисуем на воде. Что можно еще, кроме того, что рисование на воде, да, мы с вами этот оттиск с воды можем перенести на бумагу, то есть отпечатать бумагу. Когда мы выполнили наш рисунок на воде, можно наложить просто на воду бумагу, потом поднять ее и оттиск останется. Точно так же мы с вами можем использовать еще и ткань, да, то есть сделать этот отпечаток с воды на ткани. Точно так же наложить ткань, поднять и этот отпечаток перенесется на ткань. Вот вижу, Галина пишет, что да, знакомо, можно на молоке рисовать, тоже очень интересно. Да, рисование на молоке похоже на эту технику и, наверное, оно экономичнее и менее затратнее. Спасибо большое, что поделились. Следующая техника еще очень интересная, это рисование мыльными пузырями, улучшает творческую фантазию, помогает видеть сходство между на первый взгляд, да, ничем не похожими предметами. Да, здесь мы рисуем мыльными пузырями, тоже сегодня покажу, как это делать. Следующая техника, о которой тоже хотелось бы рассказать, тоже, наверное, многие из вас ее использовали. Это две техники, они немножечко схожи. Это гротаж, это способ выполнения рисунка путем процарабывания пером или острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью, да, либо залитых краской. Другое название техники – это воскография. Она немножечко, эта техника такая, как бы, грязная, да, она оставляет за собой очень много грязи, но дети ее любят. Произведения, выполненные в технике гротажа, отличаются контрастом белых линий рисунка и черного фона и похожи на ксилографию или линогравюру, да. Таким образом, при помощи процарабывания мы с вами можем делать тоже определенные картинки. Следующий – это фронтаж. Название этой техники происходит с французского словом. Натирание, да, наверное, многие из нас с вами переводили наши монетки, да, на лист бумаги, да. Для рисования в этой технике потребуется лист бумаги, который располагается на плоском рельефном предмете. Наверное, многие из вас, да, монетки клали на бумагу, накрывали бумагой и затирали либо ручкой, либо карандашом, и эта монетка отпечатывалась на нашей бумаге, да. После того, как мы наложили, начинаем штриховать, и результат – это отиск, комментирующий основную фактуру. Это мы можем с вами делать не только с нашими монетками, а здесь мы можем применять совершенно любую фактурную поверхность. Это может быть монетка, это может быть какой-то лист рельефный, это может быть, опять же, определенная рельефная поверхность. Все это мы тоже с вами можем использовать. И заметьте, что, допустим, вот этот фротаж, он доступен многим детям, совершенно многим, да. У меня, вот, допустим, занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья, и они не все могут выполнять определенные рисунки, да. А фротаж доступен им тем моментом, что они, как бы, просто заштриховывают, просто вводят либо восковым мелком, либо ручкой, карандашом, и у них уже получается определенная картинка, что тоже их очень сильно радует. Давайте перейдем к нашим техникам, посмотрим, что же необходимо нам и какие картинки у нас могут получаться. Давайте вернемся к нашей технике гротаж. Что же необходимо нам? Свечка, черная гуашь, или вместо черной гуаши может быть тушь, шампунь и заостренная палочка. Нанесем цветовой фон акварелью, или возьмем цветной картон, или просто белую бумагу, да. Здесь на выбор. Весь фон полностью затрем воском или парафином, да. Наливаем в черную или цветную гуашь, а здесь черная или цветная, на ваш выбор, да, каким же будет наша основа. Здесь добавляем немножечко шампуня и тщательно перемешиваем. Затем покрываем этой смесью уже наш парафиновый лист, да, или восковой лист, что мы выбрали. И тут наш холст уже готов. То есть мы сначала берем лист, но лучше, если это будет либо плотный лист для акварели, либо совсем картон, да, чтобы это было что-то плотное. И после чего, после того, как наш холст готов, мы, естественно, даем его высохнуть полностью. И берем заостренную палочку и начинаем процарапывать рисунок, чем не гравюра. Вот таким вот образом, да, мы с вами в левом верхнем углу видим зайчика, которого можно процарапать при помощи техники воротаж. Следующее внизу, в правом нижнем углу, это вот то, что я говорила о наших монетах, да. Здесь все просто, еще раз повторюсь, мы берем просто лист бумаги, карандаш, ручку, восковой мелок. Здесь без красок, да, и зачерчиваем тот или иную фактурную поверхность. Следующий, очень интересный, наверное, многие из вас использовали его. Это просто рисование различными материалами. Что же мы с вами здесь можем применять? Это наши отпечатки. Здесь мы применять можем различные фрукты, овощи, яблоки, груши, картофель, да, и так далее. Также могут применяться различные губки для макия посуды. Губки, наш поролон, да, мы можем с вами вырезать различные фигуры, да, и делать ими отпечатки. Также отпечатки различных листов. Сейчас у нас на улице прям все так хорошо. Много различных листиков, которые мы с вами можем собрать. Также мы можем предложить детям это сделать, детям с родителем это сделать, когда они гуляют в парке. Заодно мы и такую связь с родителями, да, можем родителей включить в нашу деятельность. То есть мы предлагаем детям принести эти листики, да, и сделать отпечатки листов. Но здесь все просто, доступно. Мы берем фрукты, овощи, либо губки, либо отпечатки листов, наносим на них краску и потом предлагаем сделать отпечатки. Вот в левом верхнем углу это такая у нас банка, да, банка с компотом можно назвать, да, и мы предлагаем детям уже дополнить ее яблоками, да. В правом нижнем углу очень интересные оттиски получаются от листов пекинской капусты. Обратите внимание, ими можно сделать даже целый лес. Посмотрите, как красиво смотрится довольно-таки, и для детей это очень доступно. Поэтому, когда рисуем лес, да, мы можем использовать листы от пекинской капусты. Точно так же мы с вами можем вот в левом верхнем углу просто применять обычные листы, да, как я уже сказала тоже. Можно делать из них деревья. В левом нижнем углу можно использовать первое это втулки от туалетной бумаги, да, делать ими оттиски. Либо же просто наш картон от коробок, гофрокартон, да, сворачиваем определенным образом. Здесь вот такие вот цветочки розочки, если просто накрутить в рулончик наш гофрокартон, можно делать опять же различные букеты. И точно так же мы с вами при помощи картона или втулки от туалетной бумаги мы можем делать листики. Следующий момент это наши пластиковые бутылки, которые мы тоже с вами можем использовать. Это низ пластиковой бутылки, на него наносится краска. Лучше если это будет гуашь или акриловая краска, потому что акварель она, ну, дает довольно-таки слабый эффект. Она светлая и не совсем передает ту яркость, да, цвета. Поэтому, ну, лучше использовать гуашь или акварель. Какие же техники применяю лично я на занятиях? Сейчас я тоже опять же перечислю их и после чего мы с вами просмотрим их и более полно я расскажу о них. Техники, которые я использую. Рисование пальчиками и рисование ладошками. Что стало замечать, дети очень воодушевляются, когда им предлагаешь порисовать пальцами или порисовать ладошками. Но тоже опять же скажу, в паре, который лукопед со мной работает, она тоже очень любит эту технику. Но все мы с вами знаем, да, что речевые центры и наша мелкая моторика, наши ладошки, они взаимосвязаны. Поэтому, рисуя пальчиками, мы заодно стимулируем и речь наших воспитанников. Это первый момент. Второй момент, когда мы детям позволяем, так сказать, похулиганить, да, порисовать пальцами, порисовать ладошками. Это вызывает большой восторг и большой интерес. Сначала вот эти техники я стала применять на своих занятиях, именно с детками с особыми образовательными потребностями. Но потом был момент того, что я работала с детьми с нормативным развитием. У них вызывает еще больший восторг то, что им разрешают испачкать руки в гуаше. И это захватывает их еще больше. Следующее это, ну, первый момент, как я уже сказала, да, рисование пальчиками и ладошками. Второе это рисование ватными палочками. Мы тоже сегодня рассмотрим эту технику. Тычок жесткой полусухой кистью. Оттиск поролоном. Это то, что я о чем говорила раньше, да. Печать по трафарету. Свеча и акварель. Тоже очень интересная техника. О ней я расскажу. Это не совсем граттаж. Это не граттаж, да. Но тоже очень интересно. Особенно для детей, которые либо маленькие по возрасту, либо им сложно выполнять какой-либо рисунок, какую-либо технику. Но наброск и точкование. Также кликсография трубочкой. Кликсография обычная. Рисование зубочисткой. Но рисование зубочисткой интересно, но не всегда оно, ну, как бы интересно заходит детям. Не всем. Следующее это монотипия, да, рисование нитками. А каждый из этих методов, это маленькая игра, она позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, развивает воображение, свободу для самовыражения и также способствует развитию координации движений. Потому что мы все равно рисуем, мы все равно координируем наши движения. И, как я уже сказала, да, очень легко при помощи необычных техник, нетрадиционных техник рисования наладить контакт с ребенком. Но еще один из видов, это рисование бумажными втулками. Сегодня я расскажу его кратко. Есть на портале Директ Академии, посмотрите, первая часть нетрадиционных техник рисования, это мой вебинар. Там есть прям с видеофрагментами, как это выполнять. Сегодня я просто перечислю. Если интересно, можете посмотреть, на портале есть этот вебинар в записи. Поэтому, кому интересно, первая часть, приглашаю посмотреть. Рисование бумажными втулками. Что же мы с вами делаем? Материалы, это лист бумаги, бумажная втулка, ножницы, краски. Лучше, если это будет гуашь или акрил, как я уже сказала. Они ярче и эффектнее. Следующий момент, это ножницы. Они тоже будут нам необходимы. И кисточка, и стаканчик с водой, естественно. И вот такие вот картинки мы с вами можем получать. То есть мы с вами разрезаем, прошу прощения, вот таким вот образом нашу бумажную втулку. И после чего, после того, как мы разрезали нашу бумажную втулку, вот таким вот веером, да, мы с вами делаем оттиски. Разрезать можно не только веером нашу бумажную втулку, а вот так вот, ну как бы половиночками, да, и делать различные оттиски, различные печати. Видите, вижу краем глаза. Инга, к сожалению, ссылку не прикрепила. Я не подготовилась вот в этом плане. Поэтому, если вот пока сейчас Татьяна Викторовна будет завершать, может быть, я найду эту ссылочку и скину вам ее. Но если так, посмотрите просто в предыдущих годах вебинары. По презентации Татьяна Викторовна, я вижу, уже ответила. Следующий момент, это вот, ну таким вот образом, как я уже сказала, мы закрепляем немножечко нашу бумажную втулку. Не обязательно это может быть бумажная втулка, это может быть просто картон, да, который вы сложили определенным образом. И вот мы можем делать такую, как бы, чешую нашей рыбки. Мы можем не только делать оттиски, да, а соединять наши бумажные втулки и делать вот таких вот, допустим, зайчиков, цветочки различные. Плюс мы предлагаем ребенку сделать оттиск, а потом наш этот оттиск мы, как бы, дорисовываем, дополняем, включая, подключая наше воображение. Вот таким вот образом тоже мы можем использовать наши бумажные втулки. Чем интересен этот способ, то есть здесь мы уже, ну, педагогу придется подготовиться. А мы можем подключать и родителей, как я уже сказала, да. Допустим, вот в левом верхнем углу это наши листы деревьев. В правом нижнем углу это наш хвост павлина. Вот. Мы подготавливаем нашу основу, то есть либо дерево, либо хвост, да. И ребенку просто предлагается уже закрасить наши, как бы, окошечки, которые есть. Мы их закрашиваем красками различными, какие там нравятся ребенку. Что получаем? Получаем красивую картинку, получаем то, что ребенок доволен, дети наши довольны, да. И мы достигаем своих целей, да. Мы развиваем нашу мелкую моторику и развиваем наше воображение. Но еще разочек к нашей монотипии, да. Я уже говорила кратко о ней. Здесь момент того, что мы делаем оттиски. Вот вы видите, да, на картинке слева это то, что было нарисовано, а справа это наш оттиск. Ну, техника очень интересная, да, которая понравится детям. Это легко, это весело и что может быть проще определенных, да, и ярких отпечатков. Именно отпечатков, смысл монотипии, как я уже говорила, да, заключается в том, что картинка рисуется на одной стороне листа и переносится на другой. Для того, чтобы применить нашу технику, нам понадобится лист бумаги, краски, кисточка и стаканчик с водой. Как я уже сказала, да, мы рисуем, складываем и делаем отпечаток. Ну, думаю, тут все понятно. Следующее рисование мятой бумагой. Об этой технике я уже говорила тоже сегодня. А что же нам понадобится для того, чтобы нарисовать мятой бумаги? Лист бумаги, бумага, которая хорошо мнется. Но обратите внимание, это должна быть не бумага, которая просто пропитается краской, да, а бумага, которая будет все равно немножечко плотная, чтобы она не раскисала. Я по своему опыту использую уже вот, ну, отработанную бумагу А4, то есть, ну, у нас, наверное, у всех первая степень это чистый лист, когда с одной стороны печатается, а второй, когда это чертовик с другой стороны печатается. И вот эту уже двустороннюю бумагу я использую на занятиях для того, чтобы делать вот такие вот картинки. А краски лучше, если это будет гуашь или акрил, да, акварель можно использовать, но все равно она не дает такого яркого эффекта. Кисточка и стаканчик с водой. И вот такие вот картинки мы с вами можем делать. То есть, делаем отпечатки и дорисовываем уже в букет. Вижу комментарии Елены, то, что пробовали технику рисования втулкой. Очень приятно, что использовали и очень приятно, что ребятам понравилось. Следующий момент – это рисование ниткой. Тоже вот такие вот картины, да, могут получаться. Восторг вызывает не только у детей, но и у взрослых, потому что проводила тренинг уже со взрослыми. И техника очень понравилась. Здесь у нас лист бумаги, нитка, краски, да, гуашь или акрил, опять же, кисточка и стаканчик с водой. Следующий момент – это рисование пальцами. Здесь может быть два варианта. Первый вариант – это мы даем шаблон, который предлагаем пальцами раскрасить ребенку, да, то есть дорисовать листики дерева, там, закрасить что-либо. Либо мы просто предлагаем ребенку сначала сделать оттиски пальчиками, да, а потом сделать уже саму картину, да. Ну, точно так же. Лист бумаги, краски, кисточка и стаканчик с водой. А здесь, прошу прощения, перескочил слайд. Это у нас рисование ниткой. Извиняюсь, не уследила. Здесь, как я уже сказала, да, давайте вернемся к нему. Это у нас рисование ниткой. Существует два способа. Первый способ – это нитки. Нитки должны быть довольно-таки толстые, может быть, веревка, да, гуаши разного цвета. Одну, две, три нити мы пропитываем красками, раскладываем их и закрываем другим листом, так, чтобы кончики нитки у нас были видны. И тянем за ниточку другую, третью, и верхний лист необходимо придавить, да. И получается такой вот рисунок, как мы видели ранее. И следующий, второй способ – это альбомный лист складываем пополам, опускаем нитку в краску, а затем хаотично раскладываем ее на одну из сторон листа. Накрываем другой и раскрываем. Просто делаем так, как отпечаток, да. И по мере надобности мы с вами можем дорисовывать уже наш конечный результат. Также еще третий способ – это опускаем веревку в краску, а затем раскладываем кольцом или любым другим способом на бумаге. Накрываем сверху, раскрываем и убираем веревку. Смотрим, получено изображение и дорисовываем его. И еще есть такой момент, как обернуть веревку вокруг цилиндра, сделать перекрещивающий узор, то есть намотать как бы веревку, да. Наложить сначала веревку вверх, потом вниз по всей длине цилиндра, впитываем краску и прижимаем цилиндр к нижнему краю бумаги, да. И плотно прижимаем. Дальше мы его как бы катим. И появляется веревочный узор. Вижу комментарии Людмилы, мы пробовали рисовать ниткой, но почему-то получается грязь. Смотрите, скорее всего грязь может получаться, потому что либо неплотно прижат лист, и поэтому оно вот так вот тащится. Смотрите, если вы берете вот у вас лист, и вы вот таким вот образом туда-сюда, такой змейкой, да, серпантином, попробуйте. Смотрите, вы берете лист и серпантином вот таким вот как бы плавным накладываете этот лист. Потом накрываете, прижимаете хорошо рукой и тянете эту нитку. Но прижать нужно таким образом, чтобы нитка вылезала как бы, но при этом она не свободно там лежала. Ну, рисование листьями – это наши оттиски. Рисование пробками – тоже наши отпечатки. Да, вот виноград внизу – это работа одного из моих учеников. А это просто отпечатки наших пробок. Ну, по материалам все ясно, да, лист пробки от бутылок, краски, кисточка и стаканчик с водой. Следующий момент – это мраморная бумага. Давайте остановимся на ней поподробнее, потому что очень интересная техника – это крем или пена для бритья, акварельные краски, плоская тарелка, бумага и скребок. Как мы с вами выполняем действие? Это мы наносим пену для бритья, смешиваем краски, капаем наши краски, перемешиваем эти краски. И потом берем лист бумаги, накладываем на пену, после чего мы перекладываем лист на стол и при помощи скребка или куска картона снимаем нашу пену. И получается различная бумага. Следующий момент – это рисование пеной или мыльными пузырями. Здесь мы красим нашу жидкость для мыльных пузырей или красим нашу пену, получая вот такие вот рисунки. Здесь тоже у нас то, что пенится. Мы обычно берем жидкость для мытья посуды. Здесь рисование мыльной пены – сама техника. Я смотрю, у нас просто остается 10 минут. Хотелось бы как можно больше вам техник сегодня рассказать. Здесь материал оргстекло, акварельной краски, поролонная губка, мыло, шампунь, трубочка для коктейля. Либо же вместо шампуня, как я уже сказала, можно использовать жидкость для мытья посуды, бумага, карандаш и кисть. Существует несколько способов. Первый способ – мы намыливаем поролонную губку, выжимаем из ней пену на тарелку. Можно на лист бумаги, карандашом можно нарисовать контур и выжать туда. На карандашный рисунок можно использовать как раскраску. Мы можем накладывать чистое оргстекло. И мыльной пеной мы будем раскрашивать на стекле рисунок, который лежит под стеклом. То есть здесь мы пену льем на стекло. Кисточкой берем пену, опускаем ее в акварельную краску нужного цвета, перемешиваем, пока пена не окрасилась в нужный цвет. И рисуем уже раскрашенной пеной. Второй способ – это в баночку с жидкой краской добавляем шампунь, хорошо размешиваем, опускаем трубочку и дуем до тех пор, пока у нас не поднимутся наши пузыри. Тоже очень увлекательно и очень нравится детям. Вот еще одна из техник – это рисование свечкой. Дети воспринимают как волшебство этот момент. Мы делали это еще и на Новый год. Мы готовили заготовки детям, и они воспринимали это вообще. Мы делали письма от Деда Мороза при помощи вот таких техник, рисунков. А что же нам необходимо? Тут необходимо педагогу тоже немножечко подготовиться. Здесь можно еще использовать восковые мелки, помимо свечки. Но восковые мелки мы видим, а свечу ребенок чаще всего не видит. Естественно, если под определенным углом посмотреть, мы с вами заметим воск, а дети этого не замечают. Что же мы с вами готовим? Это свечка, бумага, кисточка и краски. Первый момент – это переведение. Мы под тонкий альбомный лист кладем нарисованный контур рисунок, обводим по контуру свечкой, и после чего мы предлагаем ребенку закрасить, можно акварелью, ну, наверное, даже лучше акварелью ложиться, наш рисунок. То есть на воске мы все с вами понимаем, да, что акварель не останется. И, соответственно, тот рисунок, который мы с вами сделали свечой, он проявится. Следующий момент – это трение по тонкую бумагу. Положите какой-либо рельефный рисунок и натрите свечкой, после чего мы с вами точно так же можем, как натерли свечкой, да, раскрасить краской. Вот такие вот рисунки могут у вас получиться. Следующий момент – это рисование на пене для бритья. Здесь тоже все просто. Мы берем пену для бритья и ровным слоем ее раскладываем. Мы брали крышки, ну, такой эконом-вариант, крышки из коробок под обуви, переворачивали их, туда брали пену, потом капали краской и смешивали. Вот такая наша кликсография. Как я уже говорила, да, существует несколько техник, что можем делать, да, несколько способов. О них я тоже сегодня говорила. Здесь уже прям так вот подробно расписано. Вот такие вот как бы картинки, прически могут получаться. Либо же вот мы слева вверху видим с вами хвост павлина. Точно так же можно рисовать картины солью или картины на соли. Раньше многие, наверное, использовали манную крупу. Тоже вот такого вот плана техника. Также еще можно использовать надувные наши шарики. Здесь крышка от коробки, шарики, краска, бумага, кисти, вода. Как мы с вами это делаем? В коробку помещаем лист бумаги. На нее наносим несколько разноцветных или атонтонных капель. И, Елена, скачайте, пожалуйста, презентацию, потому что времени мало, а техник хочется еще показать побольше. Здесь также 2-3 шарика. Мы можем трясти коробкой, да, и шарики катаются и оставляют свои следы. Вот таким вот образом в левом верхнем углу мы с вами видим начало работы, в правом нижнем углу это уже то, что получилось. А точно так же можно делать оттиски шариками. Вот таким вот образом, да, просто мы предлагаем ребенку такие отпечатки. Очень интересный момент это рисование вилками. Одноразовые пластиковые вилки тот инструмент, который могут, который поможет ребенку, да, в нетрадиционной технике рисования. Все рисунки, где нужен характерный лохматый мазок, станут просто, ну, дети очень быстро рисовать. А на листе бумаги, педагог, ну, допустим, если мы делаем с вами елку, мы рисуем пенек, от пенека вверх идет линия, то есть ось нашей будущей елки. Вилкой зачерпываем густую краску и накладываем отпечатки по направлению от бока вниз, да, сначала делаем, допустим, правую сторону, потом левую и центральный стержень. И уже третий этап, мы поверх этих мазков кладем еще один слой центральных мазков, да, вот вижу, вы пишете, что рисовали шариками, вилками, очень интересно получается. Вот посмотрите, вот таким вот образом. Мы с вами можем делать елку, мы с вами можем делать ежика, допустим. Ну, в принципе, везде, когда нужны вот такие штрихи, мазки, мы с вами можем использовать. Следующий момент – это метод штриховки. Еще красивая техника, опять же, для детского сада, здесь я говорю об этом, да, но использовать ее можно не только в детском саду. Элементы рисунка создаются методом штриховки, получается интересная фактура, изображение, и все пушистое и мохнатое можно рисовать, опять же, при помощи этой техники. Допустим, рисунок зайца, мы делим на ряды секторы, каждый из которых заштриховывается, и получается вот такая вот штриховка, да. Точно так же мы с вами можем нарисовать страуса, тоже делим на сектора, и предлагаем детям заштриховать. Ну, допустим, зайца – это, ну, дошкольники, младшие школьники, естественно, когда мы рисуем страуса, это уже дети постарше. Следующий момент – это рисование набрызгом, это, как я уже говорила, да, наверное, многие из нас с вами использовали. А здесь зубная щетка или расческа, берем немного краски, и при помощи расчески разбрызгиваем, можно наносить краски разных цветов. Если мы с вами закрываем какой-то сектор, да, он у нас остается белым, вот как, допустим, ваза в левом верхнем углу. Потом мы убираем наш трафарет, и получается вот такая вот картинка. Рисование расческой. Нам понадобится расческа с частыми зубчиками. Мы наносим разноцветную краску рядом с друг с другом и на лист бумаги в форме капли. Затем расческой проводим по всем каплям краски, соединяя и размазывая их. Также можно рисовать разные узоры. То есть вот так вот, да, мы с вами в левом верхнем углу видим наши капельки, да, можно рисовать радугу. При помощи расчески как бы растягиваем наш рисунок. Но работа с цветным и кинетическим песком, это все просто, да, здесь мы просто как бы раскрашиваем уже цветным песком. И рисование ладошками. Я уже тоже о нем сегодня говорила. Вот такие вот картинки у нас с вами могут получиться. Это именно мы делаем отпечаток ладошки. В левом верхнем углу вы видите таких наших черепах, да, ладошки черепахи. Здесь мы предлагаем ребенку дофантазировать и дорисовать тот или иной элемент. И рисование ватной палочкой. Здесь мы можем рисовать, допустим, деревья, да, или же одуванчик. Здесь мы связываем наши ватные палочки и тоже, так сказать, такое как бы тычкование, да. Мы окунаем в краску и делаем оттиски. Это то, что касаемо техник, которыми я хотела сегодня с вами поделиться. Вот дальше в презентации просто теория по арт-терапии. Ее зачитывать я не буду, как я уже сказала, да, наверное, все мы с вами взрослые люди, все умеем читать. Я думаю, что какие-то техники, естественно, вам были знакомы. Какие-то техники вам были знакомы, но вы их не использовали, подзабыли. Я надеюсь, что сегодня я вам что-то напомнила, что-то внесла новое, и вебинар был интересен и полезен. Думаю, что вы будете использовать данные техники. Еще раз повторюсь, презентация доступна для скачивания. И есть такой небольшой бонус от меня. Это раздаточный материал для родителей. Поэтому скачивайте, пользуйтесь. Надеюсь, все было интересно и полезно. Ну, насколько я вижу, вопросы сейчас я открою, если они здесь есть. Так, по сертификату и по скачиванию файлов вам Татьяна Викторовна сейчас все расскажет, все ответит. Надеюсь, все было интересно, полезно и доступно. На сегодня у меня все. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...